Всем привет! Хочу сегодня приготовить чесночные стрелки. Получаются на вкус как грибы. Кто заготавливает, попробуйте. Мой рецепт вам, думаю, пригодится. Я беру сливочное масло, кладу на разогретую сковородку и отправляем чесночные стрелки. Обжариваем, немножко подсолим. Такая вкуснотень. Пальчики оближешь. Попробуйте, сейчас будем смотреть, как я все это делаю. Масло разогревается и опускаем в сковородку чесночные стрелки. Они замороженные, сразу я с морозилки, чтобы они побольше оставили, не потратили, не разрушили витамины. Нужно сразу замороженные овощи или ягоды, если варить компот или что-то делаете. Например, овощи нужно на разогретую сковородку или в кастрюлю, когда сильно заморожены. Точно так же и ягоды. Я уже это говорила, вычитала. Так что хватайте на ус. Чесночные стрелки потихонечку жарятся на медленном огне. И как интересно, вот да, в жизни, в мире. Чеснок, кажется, чесночной стрелки должно пахнуть чесноком. Но когда они приготовятся, почему-то пахнут грибами. Серьезно, так вкусно. Готовьте, попробуйте. Может и вам понравится. Чесночные стрелки можно подавать с мясом. А я сделаю сегодня картошечку, пюре. И подам с чесночными стрелками. Можно, наверное, с рыбой, да пущей. Готовьте вкусные блюда для своих подлок и кристи. Чесночные стрелки я немножко подсолила. Когда они приготовятся, они поменяют цвет. С морозилками ярко-зеленые. А так они, наверное, чуть-чуть зеленые, но не такого яркого цвета. Это значит, они уже приготовились. Все начинает пахнуть грибами. Пока я готовлю чесночные стрелки, и решила еще испечь пирог с тыквой. Ну, если честно, скажем так. Так, шарлотка не с яблоками, а с тыквой. Рецепт один к одному. Сейчас я почищу небольшой кусочек тыквы. Натру на терку. Ну, кому интересно, оставайтесь со мной и смотрите, как я его буду готовить. Что нам нужно? Три яйца, стакан сахара, ванилин, чайная ложка соды. Можете заменить разрыхлитием. И тыква на тертой. Стакан. Тыква у меня мускатная, так что сахара можно чуть-чуть меньше, потому что она сладкая. Сейчас в эту чашу разобьем яйца, добавим сахар, ванилин и собьем до пышной пены миксером. А потом добавим соду и тыкву. И снова все перемешиваем. И однородная масса получится красивая, красивого цвета. Выливаем в форму и выпекаем тыквенную шарлотку. Включаем миксер и яйца с сахаром взбиваем в пышную пену. Я сюда добавила ванилин. Чесночные стрелки приготовились. Можно подавать к столу. Приятного аппетита! Сахар с яйцами взбила. До пышной пены сейчас будем добавлять стакан муки. Я ее сразу буду просеивать. Так будет вкуснее пирог. И добавим соду. Муку я просеиваю так. На эту миску, где у меня замешивается тесто. Я беру ситечко. Стакан муки переворачиваю. И вот такими движениями просеиваю. Все. Подсказка. Смотрите, какая красота. Быстро и руки пачкать не надо. И снова перемешиваем аккуратненько тесто с яйцами и с сахаром. Я еще, знаете, чуть-чуть добавлю соли. Маленькую-маленькую щепоточку. Для порядка. Все размешиваем. Тесто у нас готово. Сейчас будем добавлять тыкву. И снова хорошо все перемешаем. Все, тесто готово. Сейчас будем его выкладывать в корму и отправлять в духовку. Это я еще сверху тыквой украшу пирог. Я когда что-то с ним готовлю, я всегда съедаю небольшой кусочек сырой тыквы. Кто не знает, это самая лучшая щетка для печени. И для кишечника в том числе. Так что ешьте на здоровье. Мне кажется, противопоказаний у тыквы нет. Но вы на всякий случай прочитайте. Я знаю, многие ее не любят. Так что Саньку мы не будем выдавать секрет, с чем у нас шарлотка. Он знает, если шарлотка, значит с яблоком. Когда съедим, тогда признаюсь. Вот так вот. Ну что, пирог испекся. Посмотрите, да чего ж он хорош. Я думаю, будет вкусный пирожок. Приятного аппетита! Пеките, радуйте своих родных и близких вкусными пирогами. Ну что, кое-что я приготовила и у нас обед. Пробежимся по меню. Салат из топинамбура. Добавила сюда укропа. Немножко подсолила. Можно сметаной его заправить, с майонезом, подсолнечным маслом. Кто как хочет. Это медвежьи ушки, мясной продукт. Мы как-то покупали и вам показывали. Хлебушек у нас. Сейчас покажу, какой. Элитный. Край духмян. Край духмяный. Так правильно. К американским друзьям, кто нас смотрит. Попробуйте. Хлебушек очень вкусный. Красный борщ, который я вчера готовила. Со сметаной. Так что у нас обед. Вкусный, я хочу сказать. Я делаю морсики с протертой клюквой. Ну, конечно же, попьем мы чай с пирогом, который я только что испекла. Приятного аппетита! Кстати, медвежьи ушки, смотрите, очень вкусные, мягонькие. Бывают иногда жестковатые сальцы, вернее шкурка. Но в этот раз нам попалась удачной. Хотя я люблю, что шкурку я очень люблю, любую. И твердую, и мягкую, мне без разницы. Обожаю ее. Все, Саша, у нас обед. Это я так своего Санька приглашаю. А вот так в разрезе выглядит шарлотка с тыквой. Мы уже попробовали по кусочку. Очень вкусно. Так что попробуйте испечь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!